Суксан Ванг Сонг Кран В этот день принято обливаться водой, а также собираться семьей и ходить в буддийский храм. Насколько я понимаю, вода символизирует избавление от неудач и грехов прошлого года. Очень много, особенно молодежи, ходят с водными пистолетиками, вооружаются разными бедрами. И, в общем, главное, чтобы все были облиты, все были счастливы. Сонг Кран — такой семейный праздник, обстановка такая располагающая. Вот это, мне кажется, более близким русскому человеку, человеку с таким вот менталитетом, готовому к празднику, когда люди собираются все вместе, веселятся, и при этом сохраняется такая приятная, тихая обстановка. Участником празднования тайского Нового года стал и Сергей Андрюшин, заместитель ректора по международной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета. Он отметил значимость инициативы студентов в организации мастер-классов, семинаров и видеоконференций с тайландскими вузами. Пообещал, что университет, со своей стороны, поддержит все эти инициативы. Как администрация университета, например, мы можем связаться с Томасанским университетом, Челнокорским университетом и сказать, давайте организуем круглый столб или семинар. Инициатива должна исходить, в первую очередь, от вас, потому что вам общаться потом с студентами, с учеными и так далее. Если у вас есть такие инициативы, если такое пожелание, вы должны просто сказать, прийти, что давайте организуем. Мы это организуем. Стоит отметить, что в 2017 году исполняется 120 лет со дня заключения дипломатических отношений с Таиландом. Празднованию этой даты планируется посвятить целую серию интересных событий. У нас есть соглашение со всеми ведущими университетами этой страны. Мы осуществляем обмен студентами, преподавателями. Растет количество совместных публикаций наших ученых с учеными из Таиланда. Поэтому дипломатические отношения развиваются крайне динамично, по всем практически направлениям. Ну и, конечно, образование и наука здесь лидируют на мой взгляд. Ну а эта встреча уже завершилась. По-дружески. Веселые песни про слона в исполнении героев праздника. Светлана Высоких, Денис Сосин, телеканал «Мост». Спасибо.